МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как же замедлить процесс выпадения волос? Давайте в этом разбираться. Поехали. Оля, привет. Здравствуйте. Меня зовут Оля Филатова. Я переводчик. У меня активно выпадают волосы. Давно ли у тебя вообще выпадают волосы? Около 6 месяцев. Ты это с чем-то связываешь? В последнее время я похудела резко на около 7 килограмм. А ты когда-нибудь считала, сколько волос у тебя выпадает в день? Я стала замечать, что в последнее время у меня выпадает в день около 30-40. Сейчас мы узнаем о нескольких распространенных причинах выпадения волос и, может быть, выясним, какая из этих причин есть у тебя. Сейчас нам об этом расскажет наш эксперт. Юлия, здравствуйте. Юлия Галямова. Врач-трихолог, дерматолог, профессор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. По каким причинам могут выпадать волосы? Ну, конечно, причин очень много. Но сейчас, учитывая то, что весна, все стараются похудеть, все уже запланировали пляж, что, конечно, все стараются похудеть быстро. И вот это, конечно, очень опасно для волос, потому что быстрое похудение ведёт к недостатку питательных веществ. В первую очередь, конечно, это белок, потому что все наши волосы строятся из белка, ведёт к обильному выпадению волос. А вот Оля как раз сказала, что похудела на 7 килограммов. Получается, что это может быть причиной, да, как раз? Конечно, Ольге может быть причиной, если она так активно худела и ограничивала себя сильно в питании. Так, друзья, конечно, летом похудеть хочется, впереди пляжный сезон и так далее, но худеть резко – это опасно. Так что же ещё может вызывать выпадение волос активное? Ну, сейчас, конечно, мы можем сказать, что второе наиболее частая причина – это может быть инфекционные заболевания, в частности, перенесённая конвидит инфекции. Интенсивность выпадений может быть различная. Ну, а если говорить о том, что наиболее частой причиной – доковидная инфекция, то мы можем объединить всё в инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания, которые сопровождаются особенно повышением температуры, они тоже вызывают выпадение волос. Здесь связано именно с тем, что вырабатывается в большом количестве воспалительные факторы. Соответственно, провоспалительные, сами воспалительные факторы, которые воздействуют на волосяной фолликул и прекращается рост волос, соответственно, они начинают выпадать. Но в большинстве случаев я хочу успокоить, что проходит время, и ритм смены волос восстанавливается, и выпадение прекращается. В общем, перенесённые инфекции, причём не только COVID-19, но и все инфекционные заболевания могут приводить к выпадению волос. А я вот слышала, что чрезмерные физические нагрузки могут приводить к выпадению волос. Это может быть причиной? Нет, конечно. Сами физические нагрузки не могут привести к выпадению волос. Ну, в принципе, они должны быть, конечно, не чрезмерными. Но очень часто спортсмены применяют различные биологически активные добавки, которые могут привести к повышению тестостерона, или сами активные добавки могут содержать тестостерон. Вот тогда мы видим повышенное выпадение волос, особенно у мужчин, которые применяют эти добавки. Что ещё может приводить к выпадению волос? Ну, конечно, мы должны вспомнить о желудочно-кишечном тракте. Ведь если он не в порядке, например, у вас атрофический гастрит, то снижается всасываем из полезных веществ, как железо, витамины, микроэлементы. И, конечно, от этого могут выпадать волосы. Давайте посмотрим на простом примере. Вот представьте, что это различные микроэлементы, витамины, питательные вещества. И кишечник их всасывает. Но если что-то не в норме в желудочно-кишечном тракте, то, соответственно, питательные вещества не всасываются. А вот у меня насущный вопрос. Многие девушки уверены, что постоянное использование фена тоже может привести к выпадению волос. Вот это действительно причина или нет? Нет, это миф. На самом деле фен не способен нарушить ритм смены волос и привести к выпадению волос. Но, к сожалению, частое использование высоких температур приводит к тому, что волосы становятся пересушенными, ломкими и, естественно, обламываются. Ну, а вот что делать? Мы же не можем отказаться от фена. Не используйте высокие температуры. Но, конечно, не стоит забывать, что есть и другие заболевания волос. То есть непосредственно заболевания, которые касаются волосяного фолликула, а не общие причины. Нужно помнить, что они достаточно часто встречаются. Если у вас начинают волосы редеть или интенсивно выпадать, и вы не можете назвать какую-то причину, то, конечно, следует обратиться к врачу-трихологу для установления точного диагноза. А вот я вначале в самом рассказала про тест, когда врачи советуют просто посчитать, сколько волос выпадает в день и понять, норма это или не норма. Вот, например, Оля, ну, навскидку сказала, что ей кажется, что у неё выпадает где-то там 30-40 волос. А сколько волос вообще может выпадать в норме? В норме считается от 100 до 150 волос в сутки. И то, что Оля видела один раз количество волос, это, конечно, не объективно. Вы можете пальчиками провести по волосам. Если у вас волос осталось... Ну, это один или два волос, я не вижу, один. ...штуки, то это не страшно. А вот если больше, это уже повод для того, чтобы обратиться к врачу. Оля, я тебе желаю, чтобы у тебя волосы перестали выпадать. Оля, вам спасибо большое за такой обаятельный, интересный, насыщенный рассказ. Спасибо вам. Всё-таки красивые, здоровые, густые волосы – это классно. Поэтому обязательно их берегите и делайте всё, чтобы они у вас не выпадали. Любите себя и свой гордость ночи, и свои волосы. Пока-пока!